Она прекрасно знала, что судит невиновного человека, прекрасно знала. А он честно взял, пошел и убил, и он этого не скрывает. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими, и этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Биатлон состоял из бега на лыжах, и нужно было поразить цель снежками. Азбука тюрьмы Вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время.док» и на сайте «карантаем.тв». Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также слушайте этот подкаст на сайте «свобода.орг». Главной составляющей азбуки тюрьмы стали истории людей, которые провели время в заключении. У многих из них за плечами криминальное прошлое и большой опыт нахождения в неволе. Многие, наоборот, не могли предположить, что когда-нибудь окажутся за решеткой. Вот что по этому поводу говорит режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров. Бывают несчастные случаи, в которых мы и виноваты, которые приводят к тюремному заключению. Бывает какое-то дурацкое стечение обстоятельств, которое тоже к этому приводит и так далее. В этом смысле, когда мы утверждаем, что каждый может оказаться, мы говорим скорее о том фатуме, который висит над всеми нами и который каждый из нас может умереть в любой момент по очень разным причинам. Мы не можем себе предположить по каким причинам. И мы не можем говорить про каждого умершего сам виноват. Ну, там бывает кирпич на голову упал, машина сбила, бывает сердце невыдержанное или что-то еще. Также и с тюремным заключением возможно огромное количество очень разных обстоятельств, которые мы не можем предположить. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин. В декабре 2004 года он был вызван к следователю для срочной беседы. Эта беседа касалась его работы с дочерними компаниями «ЮКОСа». Переверзин был сначала допрошен как свидетель, а потом сразу арестован как подозреваемый. Через неделю ему было предъявлено обвинение в хищении и легализации денежных средств. На свободу Владимир Переверзин вышел через семь с половиной лет. Что не самое приятное, о чем я хотел рассказать, я когда освободился в 2012 году, то я был экзотом. То есть таких людей, которые только что освободились, их не было. Я был единственным. Меня смотрели как на экзотическое животное. А сейчас, к сожалению, уже кто только не пересидел. И хорошая компания в этом фильме. У нас Толоконникова, Навальный, Радзинский и многие другие хорошие, уважаемые люди. Хорошая компания собралась. Но сидевших становится все больше и больше, к сожалению. Уже считается посадить человека в порядке вещей. И никого, собственно говоря, этим не удивишь. К сожалению, вот эти пословицы, там, лес рубит, щепки летят, от тюрьмы не зарекайся. Это чисто вот наши национальные особенности, потому что в других странах такого нет. Подумаешь, посадили, там, да, значит, а значит, что-то было. Нет дыма без огня. Даже вот такое встречается и среди моих каких-то знакомых. То есть там посадили, ну, как же, значит, ей за что. Там даже были родственники по линии жены, которые, ну, значит, что-то было за ним. Что-то, хотя все знали, я же на виду жил там. Образ жизни мой был всем известен. Формально меня посадили за хищение 13 миллиардов долларов. Ни много, ни мало. Шутки шутками, да, но тем не менее это смешно, конечно, и кажется странным. Но это факт, за вот эту шутливую такую формулировку, идиотскую, да, я отсидел 7,5 лет. По словам самого Владимира Переверзина, перед судом ему предлагали взамен на условный срок оговорить Михаила Ходорковского. И это при том, что во время работы в ЮКОСе Переверзин даже не знал Ходорковского лично. Вот выдержки из статьи Елены Кузнецовой, опубликованной в газете «Коммерсант» 1 сентября 2010 года. Владимира Переверзина в белом свитере, очень похудевшего, вели милиционеры. К одному из них он был пристегнут наручниками. Ранее рассказывал свидетель, стоя на трибуне, он работал в банке Минотеп, потом, уволившись оттуда, пошел на работу в ЮКОС. Владимир Переверзин сразу опроверг обвинение, предъявленное ему и наличествующее теперь в деле в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о том, что именно они устроили его в ЮКОС и давали ему указания. Господин Переверзин с трибуны обратился к Михаилу Ходорковскому, сказав, что рад наконец-то познакомиться с ним лично. Очень приятно. Он отметил, что лично Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не знал, никаких указаний от них не получал, тем более каких-то незаконных. Зато, заметил свидетель Владимир Переверзин, на него оказывали давление вовсе не его работодатели, а следователи. Моя невиновность была очевидна, а мне предлагали взамен на условный срок оговорить Ходорковского и заявить, что я получал от него указания, сказал он. Скачившего прокурора Валерия Лахтина, требовавшего заставить господина Переверзина замолчать, попытался урезонить адвокат Константин Ривкин, заметив, что гособвинитель, видимо, беспокоится не просто так. На воре шапка горит. На этом заседании присутствовали члены делегации Европарламента. Все они были шокированы давлением, которое оказывали на Владимира Переверзина следователи и государственные обвинители. Глава Комитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутелла выразила восхищение мужеством Владимира Переверзина. Хейди Хаутелла пыталась обратить внимание на действия российских следователей всего мирового сообщества. Мне следователь говорил, все все понимают. Все все понимают. Когда я еще сидел, я же до последнего надеялся на оправдательный приговор. Ну нет ничего, пустота. Думал, все, меня освободят. А мне дали 11 лет. Меня вызывали один раз оперативники в изоляторе. Я поделился, я говорю, да меня же освободят, я освобожусь там. И мне говорят, какой тебя освободят? Тогда у всей следственной бригады будут проблемы. Думаю, нифига себе, какие проблемы. У меня там умер отец, меня лишили всего, а у следственной бригады будут проблемы. Им не дадут ордена, не дадут очередное звание. Вот все их проблемы. Со своим подельником, который отсидел больше меня, Володей Малаховский, мы после освобождения встретились. Мы не знали друг друга, несмотря на то, что мы считалось там по приговору, что мы с ним вместе воровали эти 13 миллиардов. Мы знакомы не были. Познакомились мы во время суда и уже после освобождения мы встречались. Мы встречались в одном из кафе в районе парка культуры в Москве. Я говорю, Володь, вот ты представляешь, если сказать окружающим, что мы сейчас сидим, два подельника, сидевших за хищение 13 миллиардов долларов, скажут, да они из дурдома сбежали. Так вот, в дурдом-то надо сажать. Кто особо опасен? Особо опасен следователь, который фабриковал это дело. Их много. И там целая бригада, целая команда. Причем эта команда была очень многочисленной, она была отмечена правительством. Они получили ордена медали. Это не какая-то метафора, а они получили... Глава следственной группы получил орден за заслуги перед Отечеством. Мне стыдно за такое Отечество. Режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров говорит, что в его фильме политика далеко не самый важный элемент повествования. Мне было интересно, не политическая составляющая этой истории. И мы в сериале ее, собственно, и не рассматриваем. А именно, ну, как бы, человеческий опыт. Что это такое? Когда ты, ну, как бы, из одной жизни оказываешься в жизни абсолютно другой, который не был готов. И вот эта неготовность к этой жизни, она, ну, собственно, в каком-то смысле... Тут есть и психотерапевтический эффект для всех, для нас. Первое ощущение, что происходит все не со мной. То есть, какой-то дурной сон. И я вообще считал, что вот-вот меня отпустят. Как же? Я же ни в чем не виноват. Я уверен в собственной невиновности. Вот сейчас вот разберутся. И ты, когда сидишь, с определенной периодичностью происходит рассмотрение вопроса о мере пресечения. То есть, где ты должен сидеть? В СИЗО или в тюрьме? Или дома? То есть, в принципе, я думаю, ну, а что ж меня в тюрьме-то держать? Меня же я в розыске не был. Мне позвонили, я пришел сам. А вот это вранье патологическое, вранье следователей, прокуроров, оно началось вот с самого начала. Когда ты приходишь на суд, и прокурор говорит, он пытался скрыться. Поэтому мы ходатайствуем держать его в СИЗО. Я говорю, да как же так? Я пытался скрыться. Если вы мне позвонили, я сам пришел. Я женат, у меня семья, работа. Зачем меня держать в тюрьме-то? Это абсолютно не нужно. Тем не менее, вот это вранье, оно с самого начала продолжалось. До последнего момента. Ну, шок. Шок, конечно, шок. Я был в шоке. Ощущение, что это происходит не со мной. Дурной сон. Я долго не мог прийти в себя. Я не мог понять, в чем меня обвиняют. Я примерно понял смысл обвинения где-то месяца через три. Чего от меня хотят. Потому что там же настолько все шито белыми нитками. Ну, какие там 13 миллиардов. Я работал в компании, где все было регламентировано, расписано. Была юридическая служба. Каждый шаг был прописан и контролирован. Поэтому более такой формализованной компании, чем ЮКОС, наверное, и не было. Поэтому шок, шок. Физически было плохо. Физически было плохо. И казалось, вот-вот-вот-вот. Хотелось проснуться. У меня полное ощущение, что вообще это все было не со мной. Я читаю, как будто про другого человека. Думаю, господи, неужели это был я? Тем не менее, это был я. Как говорил герой романа Франца Кавки «Процесс», обращаясь к прокурору-инспектору, «Ищите смысл, отворите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят». Ровно о том же рассказывает бывший менеджер компании ЮКОС Владимир Переверзин. Тюрьма, на мой взгляд, конечно, своего рода такой как бы знаковый момент, где все, что происходит в стране, в тюрьме все принимает гипертрофированные формы. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими. И этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Например, там, да, все, меня осудили, мне дали 11 лет строгого режима. Я приехал в колонию, в колонии строгого режима Мелехова, Владимирскую область, где сидят не все же невиновные, там, да, есть либо рецидивисты, либо осужденные по особо тяжким статьям. Меня сажают, естественно, в самый тяжелый, самый режимный отряд. Там не вздохнуть и не чаю попить, очень тяжело. То есть, все это барак, 100 человек, все контролируется. Проводятся воспитательные мероприятия. Конкурс хоровой песни в колонии строгого режима. Я по-прежнему такой же нежный, и мечтаю только лишь о том, что... Желающие спеть, записывайтесь. Я думаю, что за бред? Естественно, я никуда не записываюсь. Потом меня вызывает начальник отряда и говорит, Переверзин, вы почему не хотите петь? Я говорю, я петь не умею. Он мне говорит, это же, поймите, это же в ваших интересах. Если вы не будете петь, мы запишем, что вы не выполняете законные требования администрации, и напишем вам взыскание. Я говорю, хорошо, я спою. После такой воспитательной беседы отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть, это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. Я, как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой. Он начинает петь. И пускай наше детство не кончится, Хоть мы взрослыми стали людьми, Потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает. Это так все и происходило. То есть, вот этот идиотизм, думаете, народ пел лучше, чем я? Еще хуже пели, чем я. Я поэтому и пою. Тем не менее, вот этот бред слушают тюремщики и оценивают. Мы заняли, кстати, второе место. Когда я сказал жене, что я пою в хоре, она говорит, ты что, с ума сошел? Она не поверила в этот бред. Тем не менее, этим бредом занимаются тюремщики, офицеры, которые получают высокую пенсию, высокую зарплату. И более того, у них выслуга год за полтора. То есть, вот эти люди, я их многих лимит не могу назвать. То есть, они уходят в 45 лет спокойно на пенсию. Здоровые мужики в звании, которые занимались вот такими странными вещами. Лично мне эта история напомнила отрывок из повести Сергея Довлатова «Зона записки надзирателя». Тот самый фрагмент, где уголовники ставят спектакль «Кремлевские звезды». Его рецидивист в этой постановке исполняет роль Ленина. Наконец, Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения. Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых? В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо. Повесть «Зона» Сергея Довлатова впервые была издана в 82-м году. Спустя 10 лет по мотивам книги вышел фильм «Комедия строгого режима». Роль рецидивиста Гурина, сыгравшего роль Ленина в картине, исполнил начинающий актер Виктор Сухоруков. Нечеловеческая музыка. Но часто слушать ее не могу. Хочется глупости говорить и гладить по головкам. А сегодня кладить никого нельзя. А надо было пить по головкам. Пить безжалостно. Пить, пить. А ведь отбросы общества. Я про артистов. Но если вам кажется, что история Владимира Переверзина про тюремные песнопения «Верх бессмысленности и абсурда» в духе произведений упомянутого уже Франца Кавки, то вы ошибаетесь. Вот еще один рассказ нашего героя. На этот раз про спортивную составляющую тюремной жизни. Там же и спортивные какие-то мероприятия проводят. У нас проводился такой импровизированный биатлон. Биатлон состоял из бега на лыжах. И нужно было поразить цель снежками. Давали какие-то дровяные лыжи старые. Вот была там аллея, по которой нужно было пробежать. Ну, зэков, опять же, там же их насильно фактически выгоняют. Ты не откажешься. А если ты откажешься, тебя действительно посадят в изолятор, придумают какое-нибудь взыскание. Я сразу, когда приехал в тюрьму, я решил, думаю, ну ладно, буду играть по их правилам. Буду стараться выполнять законные требования. Дали мне какие-то эти лыжи. А я занимался лыжами полупрофессионально. У меня отец был тренером по лыжам. И я, конечно, с детских лет очень прилично катаюсь на лыжах. И я, как вот по этой аллее, там на одном дыхании, как птица пролетела там. Все, конечно, были в шоке, зэки. Меня зауважали вся колония. Колония приглашала журналистов. Я попал в прессу, что бывший подельник Ходорковского. Вышла статья, один из журналистов написал статью в какой-то местной Владимирской газете. Из Куршевеля в Мелихово. Эта статья была опубликована. Это я потом уже узнал. Эту ситуацию обсуждалась на коллегии в СИМ Владимирской области. Как же так вы допустили, что там Переверзин развлекается на лыжах, катается в колонии? Думаю, боже мой, какие они идиоты там. Безумие, безумие. Ну, при этом, да, там реально же пытают людей и убивают. То есть там все, не только такие шутки происходят. Бывают и какие-то печальные истории. То, что зэков там, когда приезжает один этап, могут кого-то покалечить, избить. Это обычная практика. Обычная практика. То есть все серьезно. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. Находясь в заключении, Владимир Переверзин начинает работу над своей книгой, которую он закончил уже на свободе. Книга называется «Заложник. История менеджера Юкуса». Она состоит из дневниковых записей и воспоминаний Переверзина о семи с лишним годах, проведенных в неволе. Все напоминает то, что происходит в России, в том числе и сейчас. Это парады, эти безумные какие-то вакханалии. У нас же там строили перед победой Рейхстаг, который опять штурмовали. Ну, когда-то там, в прошлом году, перед днем победы, где-то в Москве или еще где-то строили макет Рейхстага из фанеры, его штурмовали. То есть были такие вот исторические игрища. Ну, с другой стороны, когда президентом страны является, по сути, человек с менталитетом начальника колонии, естественно, он пытается превратить всю страну в колонию. И, в принципе, я вот очень прям вот прям вижу-вижу-вижу, что вот это вот колония, колония, колония. Писатель Борис Акунин в своем отзыве о книге «Заложник. История менеджера Юкуса» напишет. Долгих семь лет Владимира Перверзина ломали-ломали, но так и не сломали. Из книги понятно почему. Хотя там нет ни пафоса, ни нравоучительных сентенций, просто честный рассказ, временами даже смешной. Праздники все носят грустный характер, к сожалению, в тюрьме. Ну, один из семи дней рождений своих я запомнил относительно хорошо. То есть все это происходит, празднование происходит в бараке, а барак из себя представляет огромное помещение, где стоят 60 двухъярусных кроватей. Между ними есть некое пространство, которое называется проходником, стоит тумбочка. Там вот зэк может, в принципе, присесть. Тащатся туда обычные табуретки. На табуретке ставится чай, какие-то конфеты, какое-то печенье. То есть такой организуется импровизированный стол. И приглашаешь, ну, туда можно пригласить там человек шесть, которые могут сесть вот так вокруг этих табуреток. И ты празднуешь свой день рождения, попивая чефир. То есть чефир – это вот некий ритуал, который составляет неотъемлемую постоянную часть жизни заключенного. Я даже сейчас иногда могу себе позволить чефир попить, когда бывает как-то грустно. Ну вот, мы сидим, празднуем день рождения. Я проставляюсь, угощаю весь барак, угощаю конфеты. У меня не было никогда проблем. Я могу сказать, что жил относительно хорошо и не нуждался в каких-то таких вот вещах, обычно, в которых нуждаются заключенные. То есть я не нуждался в сигаретах, потому что я не курил. Ну, а всякие конфеты, еще какие-то такие ништяки, как говорят заключенные, в принципе, у меня были всегда. Вот, поэтому я по возможности многим людям помогал. Наступает праздник. Один из моих приятелей тюремных, вот, как я его очень хорошо помню, Коля, уроженец Владимирской области, он сидел за убийство по 105-й статье. Вот мы с ним постоянно общались. Потому что один ты не выживешь, все равно у тебя должен быть какой-то друг-семейник, с которым, условно говоря, там везде очередь, там в туалет очередь, чай попить очередь. И там, чтобы вещи какие-то забрать, у тебя баул лежит в коптерке, там везде очередь. То есть один ты никуда и ничего. Поэтому люди объединяются в семье. То есть у меня был, Коля этим был семейником. И он вот меня как поздравление говорит, вован, там пьет. Вот чефир поднимает кружку, пьют все по очереди из одной кружки. Мне это страшно не нравится, вот пускается кружка по кругу. Я стараюсь ее выкрутить так, чтобы не коснуться губами того места, где пили другие зэки. Поэтому вот я беру ее за ручку и выкручиваю, и вот пью вот именно там, где вот стоит ручка. Вот так. Потом я уже, скажем так, добрался достаточного авторитета, чтобы пить уже из своей кружки. Потому что если ты пьешь один отдельно от других, ну как бы это уже не канает. Получается, что ты как бы не уважаешь других. То есть отдельно другая каста заключенных, вот и пьет, и сетит. И мне этот Коля желает, вован, везет, был бы на воле, сейчас бы пьяный уже валялся. Мечтательно говорит он мне. Я говорю, Коля, я же не пью. И он с недоверием мне говорит, как совсем? И я вспоминая историю, которую он мне рассказывал, как его убийство произошло, как он убил человека. Я вспоминаю, сколько он выпил, чтобы это сделать. И говорю, по сравнению с тобой вообще. Хотя я, как все, я в общем-то выпивал. То есть я мог там выпить, ну прилично, я нормальный, здоровый мужчина. А у него было такое преступление, серьезное. То есть он отрубил человека голову, в прямом смысле, без каких-то вот метафор. Он до сих пор, кстати, сидит, этот человек. Я в книге о нем писал. Он сидит с 15 лет. Он сидит за свое преступление. Последний срок у него 24 года. У него разбой, реальное убийство. Ну там сложная история на самом деле, но он действительно убил. Он реальный преступник, но тем не менее, сложно так сказать, конечно, что он честный преступник. Но он лучше, чем судья. Чем судья лучше, которая приговаривает людей, вот допустим, которая дала мне 11 лет. Она прекрасно знала, что судит невиновного человека. Прекрасно знала. А он честно взял, пошел и убил. И он этого не скрывает. У него сложились, у него никого и ничего нет. Он же сидит с 15 лет, с малолетки. Он, еще будучи подростком, они ограбили какой-то киоск, сел, попал на малолетнюю зону. Ну а там же вообще, там очень жестко. И потом перешел во взрослый и пошло, пошло, пошло у него. Он раскрутился там на другой строк. На свободе, ему сейчас 53 года, он на свободе был всего лишь полгода. Я с ним переписываюсь, я ему помогаю, ему до сих пор шлю посылку, он мне шлет письма. Пишет, Володя, мне осталось совсем немного. У меня осталось 4 года до свободы. Ему действительно через 4 года освободится, я не знаю, что с ним делать. Но я чувствую ответственность за него. Но я ему сейчас помогаю. Могу сказать, что ему там хорошо. Ему там хорошо, потому что он ни в чем не нуждается. У него все есть, конфеты, сигареты. По тюремным меркам он живет хорошо. А на свободе, как вот, надеюсь, как-то смогу его куда-то там устроить, на какую-то работу. В самом конце разговора Владимир Переверзин рассказал авторам проекта «Азбука тюрьмы» о том, какие ему снятся сны. Тюрьма, к сожалению, пускает. Мне до сих пор снят. Я уже 7 лет на свободе, даже больше. Мне до сих пор снится тюрьма. И вот я во сне оказываюсь в тюрьме. Но это отдельная тема тюремной сны. Я даже собираюсь рассказ написать. Вот я сейчас опять начал писать. Сон мне снится, что я нахожусь в тюрьме. Просыпаюсь, я вот прям в тюрьме нахожусь. И я понимаю, что я уже отсидел и попал в тюрьму опять за то же самое. И я пытаюсь записаться на прием к начальнику колонии. И я говорю, я уже за это отсидел. Вы не можете меня опять второй раз за это держать. Я же отсидел свой срок. Как же так? Вот. И просыпаюсь. Этот сон мне снится постоянно. То есть я даже думал, может, к психиатру сходить. Я, кстати, ни разу не ходил. То есть, может быть, и зря. Может быть, и зря. Я как-то вот сам привык справляться со своими проблемами. Тюрьма не отпускает, к сожалению. Кошмары снятся. Не только мне. Я разговаривал с другими. Тюрьма многим снится. Ну, раз в месяц у меня вот примерно такой же сон. Одинаковый сон. С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 21-го года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет поэтесса, общественный деятель, член Международного пэн-клуба Алина Витухновская. Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины им не укус. У меня голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст, наш счет. Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, а не 90-х, которые все-таки были свободными. И политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. До свидания.